Замест звычайного сустава металличный, який дозволяет вести активную ладь життя. Хирурги Минской области освоивают новые виды высокотехнологичных операций по замене суставов. Причим, по допомогу до наших медиков, звертаются не только жахары краины, а и замежа. Антонина Станкевич про историю медицинского туриста за Австрией. Еще вчера ему сдавалось, а нормальное життя скончилось. Некольких годов тому, австриец Фридрих Экельбоа чу болю на землю. Спочатку подумал узростовое. Однако диагноз урачов артроз примусил подумать про хирургичное умешанне. Инакш неякой говорки про махчимость ходить и не ишло б. С немецкой досконалостью Фридрих выбирал клинику. По словносе, нахца наякость спынился на Минской областной больнице. Хирург-гортопед Александр Бянько констатуя, простись за усеу таких выпадках, целком заменить сустав, однако таки подыход к рыху со старео. Зараз урачи максимально намагаются заховать здоровые тканки и кости. Заменяясь металличными деталями только те частки, які мощно пошкодила хвороба. Работа вытончена и амаль ювелирная, а лет так пациент будет отшувать себя значительно лепш. Весь остальной коленный сустав остается свой, как говорится. У пациента есть чувство своего колена, мы называем это чувство забытого колена. Когда пациент сохраняет пуприоцепцию, абсолютно ощущает колено своим. У него полный объем движения, он живет нормальной жизнью. Дорогие от этих же артрозов покутаются до 80% людей из усяго света. А пошним часом хвороба молодее, констатуют урачи. Приходится элементарно выконовать больше операций. Что день у травматологичного отделения Минской областной клиничной больницы в четырех операционных залах робят по четыре хирургичных вмешательства. С них, как минимум, одно такое складанное по замене бедренного альбоколенного сустава. Таким чином урачи вертают людям махчимость ходить. Расти не только колькость операций, а и их якость хирурги удокладняют свои методики. То же вмешание по частковой замене сустава выконовать в литерально уличенных клиниках заходной Европы. А между тем, минавито яны, дают пациентам шанс больше николи не троплять на стол хирургов. Это внедряется не как исключительная, эксклюзивная операция. Мне бы хотелось это подчеркнуть особенно. Это становится рутинной, постоянной операцией, которая запланирована, на которой есть определенная очередность. Но это уже плановое оперативное вмешательство. Операции на суставах довольно важко. Частко экспорту медпослух. По допомогу взвертаются не только белорусы и жахары суседних краин, а леи заходней Европы. Привабливая высокая якость, у сукупности с меньшим на парадок коштам послуха. Тут срабатывает как сарафанное радио, так и средства массовой информации. Мы активно позиционируем себя на выставках международных. Наши сотрудники постоянно их стараются посещать. И активно мы работаем по трансграничному сотрудничеству. За минулый год клиники краины зарабили больше за 30 миллионов долларов на экспортсимент послух. Самая запотребованная – розновиды складенных операций, утымлику трансплантация. А так само – стоматологичные послухи. Антонина Станкевич, Александр Олешко, агентство Телиновин, Минск. Продолжение следует...